Здравствуйте! Это финальный уровень Intergal Fixed Knowledge. И да, он очень похож на, кажется, двадцать четвертую карту из Ancient Alliance. Но выглядит очень классно. Тем не менее, мы бежим вот сюда, забираем эти дробовики и приготовимся к нашему первому бою. Начнем же его. Желательно, поскорее избавиться от пинки и спектров, чтобы они не мешали нам перерегаться. Потому что именно для этого они здесь и появляются. Пограничить передвижение. Далее последуют как и демоны. А вот и они. Так, и сейчас с минуты на минуту должен появиться Варшвайлф, а вот он. Отлично. Так, все чисто. Мы можем двигаться дальше. И да, верите вы или нет, но это единственный бой, в котором мы будем принимать активное участие. Я покажу позже, почему это. Большая арена, на которой будет много-много монстров. Она абсолютно в углу. И это способствует травливанию монстров друг с другом, по сути инфайтингу. Чем мы будем заниматься. В принципе... Да, мы просто вот будем бегать по кругу и... Ждать пока они все появятся, это не займет много времени. Я бы здесь этим не занимался, если бы в конце кое-кто не появился. Один такой монстр, который... Которого я бы лучше именно с травливанием убивал, чем просто расстреливал. Сейчас после лимбов должны появиться хэнлайта и барона. Вот и они. В какой-то момент... Причем именно от выстрела, как я понял. Ну или от взмаха мужественного кулака. Появляется последний монстр. Это, разумеется, паучиха. С которой будут сражаться все вот эти вот ужившие монстры. Так, ну же. Где она? Да, отлично. Можно ее аккуратно, конечно, расстреливать из плазмы, парить из-за вот этой центральной колонной, но это... Это еще скучнее, чем вот так вот бегать по кругу. Гораздо веселее смотреть, как они все... Ее медленно раздирают. Упс. Ну, кажется, им все-таки нужно помочь. Да, это слишком много времени занимает. Отлично. Все. Далее мы идем вот сюда. Здесь мы наконец-то получаем ПФГ. И вот за этой стеной находится секрет. Мы можем взять синюю сферу, а также... Она проводит небольшое турне по уровню. Причем в клетках. Мне нравится эта эстетика симпатична. Но, тем не менее, мы направляемся к финальному бою. Который, по сути, тоже фестивален файтинга. Но более... Веселый. Вот такой вот гигантской арене. Здесь, помимо холлайтов и баронов, будут и ПК-демоны, и... Пан-клубы, и Ревенанты. Которыми будут веселиться три кибердемона. Которые появятся вскоре после них. Подождем, пока они заспаунятся. Я понимаю примерно задумку этих арен. Они... Волнами монстров насылают, но... Ничего не мешает вот так вот их подождать и... Просто стравить друг к другу. На коннекторах, ребята, тут все-таки поубиваю сам. Вот этих техделен. Они должны умереть первыми. Еще один. Занят. Еще двое задерживаются. Мне кажется, по-моему, они быстрее появлялись. Где они? Волосы. Может, они после баронов идут? Волосы. 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 В мгновении будут на арене появляться ревенанты, и уже, чтобы кибердемоны ими занялись. По сути, да, это большой фестиваль файтинга. Но я ничего не имею против, к тому же арена этому способствует. Можно, разумеется, их начать убивать уже. Ну да, наверное. Я просто слишком ненавижу ревенантов, чтобы они умирали быстрой смертью от бфг. И оверкил для последнего. Последний же? Да. Теперь мы наконец-то выходим отсюда. Вот на этот гигантский космический корабль. Или нет? Маленький. Это какая-то головка сыра. Или что бы это ни было. Ну да. Такое вот интересное завершение. Когда вот эти конспирологические теории, которые присутствовали в Ancient Alliance, сюда перекочевали. Какие-то ученые, какие-то инопланетяне. Какие-то эксперименты. Забавно и весело. Сам по себе уровень тоже эстетически прекрасен. Мне нравилась такая эстетика в единственном уровне, который был в Ancient Alliance. Сильно выделялся от всего, что там было. И приятно видеть ее возвращение вот здесь. Сам по себе уровень веселый, опять же. Его прохождение зависит от стиля игры. Я люблю монстров стравливать друг с другом и смотреть, как они друг друга убивают. И опять же здесь можно и просто всех убивать. самостоятельно. Зависит уже от предпочтений. Не при том, не при том раскладе, я не думаю, что сильная сложность возникла. Здесь все вполне просто и решабельно, скажем так. Но да, это был последний уровень. Интергалтик с The Knowledge. Именно первая часть. Потому что на днях вышла вторая. Я буквально вчера ее на стриме прошел. Но она мне тоже очень понравилась. Прекрасные уровни, интересные. Потому что с визуальной точки зрения, что и с некоторыми задумками. Да, и я думаю, это будет следующим проектом. Для канала на Витаве. Тоже мы с вами его стопроцентим. Подобным образом. Ну да. Спасибо большое за просмотр. За то, что следили за этой серией. Подписывайтесь, чтобы следить за новыми прохождениями. У меня как раз сейчас, помимо всего этого, еще и мини-слотеры. Именно комплект мини-слотер-карт. Карт. Господи, я сговариваюсь уже. Именно комплект мини-слотер-карт. Они очень веселые, очень интересные, разнообразные. С визуальной точки зрения, с точки зрения боев. В общем, классно. Смотрите. Ну да. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok